Так, всем привет, с вами Добгай. Начинаем играть за Вингбардию в моде Квейс Третфор. Собственно говоря, страна это что-то вроде Италии, по крайней мере по фокусам, ну и как бы вот здесь и Бекалини. Начинает страна с того, что у нас скоро будет марш на Карфин, это что-то вроде Муссолини, Пуча Муссолини. Можно поддержать его и просто мирно привести к власти, можно привести к власти нейтральную партию, либо попытаться куда-то в коммунизм перейти, либо в какой-то социал-демократию, что-то такое. В любом случае мы пойдем по не самым стандартным пути, стандартным я бы назвал как раз-таки поддержкой Бекалини, мы пойдем приводить короля к власти. И, собственно говоря, посмотрим, к чему это потом приведет нас. Можно причем потом сделать его абсолютным монархом. И здесь дальше тоже множество интересных фокусов. Есть интересные фокусы на колонии, здесь есть что-то типа Эфиопии, и у нас здесь тоже уже есть какие-то территории, то есть в Эфиопии мы в один момент вернемся. Но, кроме того, у нас очень много на старте неприятных дебафов, от которых нам надо избавиться, политический застой, мы достаточно быстро от него избавимся, но большие проблемы у нас с экономикой и с образованием. Тут еще также у нас промышленность отсталая. От всего этого мы будем потихоньку избавляться по фокусам. Кроме того, попробуем мы немножко какой-то флот подстроить, потому что у нас будут здесь какие-то колонии, еще, возможно, какие-то где-то территории, то есть полезно будет иметь возможность их защищать на море. Ну и, конечно же, мы построим себе неплохую промышленность. Я думаю, в любом случае, поехали. И вот мы объявляем военное положение, собственно говоря, и теперь гражданская война предотвращена. Мы идем дальше. И наш король распустит парламент и сам начнет потихоньку восстанавливать свою власть. Ну, правильно, мы здесь политический застой. Нужно побыстрее перейти к королю, потому что это текущий правитель дает минус 50% политической власти. Это просто очень-очень много, поэтому давайте побыстрее приведем хорошего короля кластер, а затем, наверное, попробуем куда-то пройти к восстановлению промышленности, восстановлению образования вот в этом направлении. Получили мы тут приятного советника на минус 5 тнп, ну и плюс поддержка, плюс снижение затрат на экономику. В общем-то, суперский парень, но я думаю, нам стоит взять еще какого-то парня на поддержку нейтралов, вот допустим, вот этого. И затем уже в следующем мы потратим политку на экономические законы. Нам просто надо поднять его для популярности. Как я понял, у нас вот здесь вот есть механика, что если упадет популярность, у нас может случиться восстание. Мы, конечно же, не хотим этого. Еще я параллельно начал антикоммунистические рейды. Нам нужно побыстрее выбить нам больше популярности нейтральности, ну и плюс сократить популярность как раз-таки коммунистической партии и партии превосходства, чтобы потом взять вот этот вот очень нужный нам фокус. Как можете видеть, здесь нужно побольше поддержки населения, поэтому мы потратим нашу политку именно на поддержку населения. Вот здесь эти прекрасные решения. Собственно говоря, сразу возьмем у нас стабильность неделю. Выглядит очень приятно. И нужно что-то еще здесь, допустим, плюс популярность нейтралитета. Ну и пока что мы уперты в кап максимальной поддержки. На фоне этого, я думаю, стоит взять еще одного парня на поддержку нейтралов, и раз у нас есть свободная политка, взять себе мобилизацию промышленности. Кроме того, мы еще нажали рейды против гармонии. Собственно говоря, против этой партии у нас есть военное положение, против этой рейды, против этой рейды. Следовательно, что? Следовательно, вот сюда сейчас нейтралитет потечет просто очень много популярности. И вот благодаря нашим множественным инвестициям в политической власти, у нас уже сейчас будет как раз... Ну-ка, должно быть без поддержки после нажатия кнопки. И вуаля, мостания не будет. Король имеет поддержку населения. И вот, слава королю, мы поставим наконец-таки нашего короля полноценно на наш трон. Точнее, в углу правительства. На троне он был и до этого, верно? И вот он у нас зашел на трон. Если я, кстати говоря, передумал в тот момент экономику, посмотрел, что у меня не хватит политки, и откатил это до гражданской экономики. Теперь мы можем перейти к нашим хорошим фокусам. Восстановим наше образование. И потихоньку будем восстанавливать нашу экономику, пока не перейдем вообще в плюс. Параллельно с этим еще потом можем взять... Ну, как параллельно? После. Взять темпы исследования вот отсюда. Я думаю, вот эти фокусы нам прямо сейчас не нужны. Поэтому пойдем после этого к восстановлению экономики. И потом уже можно думать, куда мы дальше будем двигаться по политике, по завоеваниям, по всему вот этому вот. Нас приглашают на учение. Я перед этим решил, что можно наше фои-научение нажать. И подполучить опыта. Хотя в скобочках опыта мы не получаем. Надо поставить нам руководство какое-нибудь... Здесь такие себе ребята, не очень интересные. Так что, наверное, не поставим пока что. Лучше любое наше образование, собственно говоря. Теперь, так по нему, мы получим еще минус 5 ТНП отдельно, да? Да, сбалансирована экономика. Отдельно мы получаем 5 ТНП. И у нас еще есть советник на 5 ТНП. То есть, грубо говоря, мы уже получаем минус 10. От стабильности можем еще получить минус 5. И с военной экономикой у нас будет всего 5% на ТНП. Звучит очень круто. Кстати говоря, в Аквилии там, так понимаю, победили краски-революционеры. Я решил, кстати говоря, что мы можем взять себе вот этого генерала. Потому что я обнаружил, что он у нас именно генералом. Так что он будет прокачиваться. А пехотный генерал нам нужен в военной руководстве. Так что мы его сюда назначаем. И начинаем потихонечку-потихонечку получать опыт. Плюс, если что, мы уже начали тренировать наш флот. Что да, будет давать нам много опыта флота. Революция в Аквилии, кстати говоря, успешно завершилась. В Эквестрии гражданской войны нету. Ну и пока только здесь как бы классические гражданские войны происходят. Ничего интересного. Здесь по фокусам мы смогли восстановить нашу экономику. Кроме того, в этом фокусе. Можно еще улучшить дальше. Но я решил поспешить. Сначала взять себе ящик исследований. Ну и плюс, конечно же, у нас образование улучшить. То есть, ну, начать исследовать по полной. Возьмем вот так. Затем, я подумал, мы вот сюда пойдем. Потому что здесь инфраструктура побольше. Там, где ее сейчас не хватает. Собственно говоря, по сравнению с этим фокусом. Возьмем отсюда фабрики. И затем возьмем вот этот вот фокус. Который улучшит нашу промышленность вот здесь. И полностью избавиться от этого вот дебафа на ТНП. Страна просит нашего признания. Но этим мы расстроим наших союзников. Поэтому зачем? Не надо. Тем более, что я так полагаю. Вот эти союзники и обстрелы фокусы в один момент то ли марионеткой станут, то ли чем. То есть, ну, они пошли к союзу с ингвардией. Вот эти ребята, давайте посмотрим. Вот тут партии. Не очень понятно, что они выберут. Ну, как будто... Как будто нормально все будет. Не уверен я. Ну, и я так понимаю, вот эта сторона будет захвачена каким-то или что-то такое. Посмотрим. Выходим фокусом к образованию. И хорошо. Теперь у нас исследования пойдут по нормальным скоростям. А то сейчас все идет, ну, очень-очень медленно. Гиппогрифия запретила импорт наших автомобилей. Забавно. Ну что ж, они запретили. Мы тоже запретим. Почему бы нет? А на западе чейнджеринги напали на оленей. И я подозреваю, без особых проблем их захватят. Ну, а мы пока продолжаем просто мирно развиваться. Нам нужно отстроить себе достаточное количество заводов. Ну, сначала паблик. Затем и заводов, собственно говоря. Возможно, немножко верфей. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, если по фокусам будут, то возьмем. Если нет, то падло. Все говоря, можно уже начать бороться с мафией. Собственно говоря, и постараться от нее избавиться. А то она тоже минус тен подает. Да и стабильность. Да и в принципе, с чего это у нас должна быть мафия. Давайте от них избавимся. Продолжаем бороться с мафией. Не даем им успеть вырасти. И, я думаю, следующим решением мы их вроде как добьем. Надо только подкопить палитку к этому моменту. Итак, мы восстановили нашу экономику. Теперь стоит сходить за вот этой ячейкой исследований сюда. Кроме того, там мы получим бонус к исследованию истребителей. Это значит, что нам стоит начать исследовать первые истребители, чтобы к фокусу начать исследовать вторые. То есть, ну, после фокуса. И уже вторые мы, я думаю, начнем строить. Кроме того, я вот достраиваю буквально две фабрики. И после этого начинаю строить военные заводы усиленно. Собственно говоря, с нашим количеством фабрик. Это будет очень неп... Это пойдет по-быстрому. Плюс у нас здесь, конечно же, слоты закончатся. Но мы к тому моменту, я думаю, получим новую технологию и доисследуем. И точнее, и достроим новых. Я уже начал, кстати говоря, готовить Казус Белли на вот эту вот страну. Фалькорское восстание. У нас тут готовятся дивизии. Потихоньку. Я их все еще не деплою, потому что я хотел еще поменять их. Еще добавить пехоту буквально. Чтобы хотя бы это было в 20 ширины фронта. Но здесь мобилизируются люди. И вот надо будет еще разочек повысить закон. И тогда мы сможем увидеть более-менее такую рабочую армию. С которой мы сможем пробиться. Ну, поскольку у нас Казус Белли готовится долго, у нас на это время не еще хватает. Не успел сделать КБ. Я вижу, что они готовят против нас КБ по уведомлению. Видимо, у них там тоже есть какое-то решение. Вот, наверное, они вот досюда дошли. Любопытно, но почему бы и нет. Собственно говоря, я готов к войне. Ну как, буду готов к войне вот-вот. У меня уже пошла мобилизация людей здесь. Собственно говоря, чуть-чуть фабрик можно, точнее, военных золотов вот сюда назначить. И нужно будет еще добавить им ПВО. Собственно говоря, подождем пока побольше людей у нас будет. Чтобы все эти уже начали обучаться. Здесь есть интересное решение направлять своего принца. Давайте попробуем. Возможно, это что-то, что стоит взять пораньше. Чтобы потом получился какой-то крутой правитель. Но в любом случае, мы взялись еще одну чайку исследований. У нас здесь скоро будет готовое исследование, которое даст нам максимум фабрик. Потом мы возьмем даже, наверное, США его. Вот этот на максимум фабрик. И мы продолжим застраиваться здесь военными заводами. Ну а пока мы тут... А ну вот, собственно говоря, и объявление войны. Но воевать мы уже будем в следующей серии. Это уже подходит к концу. Так что, ребят, с вами был Добей. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии, ребят. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok